Ас-саламу алейкум, здравствуйте, братья и сёстры, с вами Коча ТВ, и не так давно были похороны Юрия Шатунова. Да, я вот даже наткнулся на видеоролик, как сын пришёл на его похороны, это было, знаете, тяжёлое зрелище. Наблюдать за тем, как сын, да, при этом очень маленький юный сын, хоронит своего отца. Было видно, как он всеми силами пытался сдержать свои слёзы. Если я не ошибаюсь, да, сам Юрий Шатунов очень рано похоронил свою мать, и сейчас через это проходит и его сын. Да, вот такое вот печальное зрелище. Дай Аллах ему здоровье и сил пройти это тяжёлое испытание. Да, я всех своих подписчиков призываю помолиться за Юрия Шатунова, потому что я, ну, не был знаком с его биографией, да, вот, скажем так, до недавнего инцидента, да, после того, как он умер. Я просто помню, что в детстве слушал его музыку, да, и вот, к сожалению, узнал биографию о человеке только после его смерти. Вот так вот бывает. И вы знаете, вот, когда я вот совсем недавно начал слушать его другие песни, ну, сейчас такого нету, да. Просто не знаю, как будет правильнее объяснить, но чувствовалось, что человек пел душой. Да, сейчас, ну, думаю, мои подписчики согласятся, совсем другая тематика, но другое время и всё там вроде, да, ну, мне хоть и 23, да, но его песнями я был восхищён. Да, вот, когда другие прослушал, посмотрел его некоторые видеоролики. Видно, знаете, что сам по себе человек был очень хороший, и я вот читал новости, узнал, что он боролся не только, да, с проблемами, касаемо его здоровья, но и с тем, что всё время у него были суды. Да, и я был возмущён тем, что, оказывается, Юрий Шатунов всё это время должен был доказывать, что авторские права на песню Юрия Шатунова действительно принадлежат ему, Юрию Шатунову. Да-да, друзья, вы всё правильно услышали. Оказывается, бывший продюсер, вот, как его зовут, Андрей Разин, да, всё это время судился с Юрием, да. Да, и последний у суды, как я вот прочитал по новостям, проигрывал, судился с человеком вплоть до его смерти. Я, знаете, не понимаю, кем надо быть. Я не хочу сейчас оскорблять человека, да, потому что я просто надеюсь на благоразумие, на то, что вот, может, сейчас он поймёт, да, что ещё, знаете, не поздно стать человеком, да, я вот мягко говоря вот так это назову, потому что претендовать на авторские права человека, да, при этом это же не ты эту песню создал, да, эту песню сделал Юра. Соответственно, ему принадлежат авторские права, и ключевой тут момент то, что как раз-таки Разин был его бывшим продюсером, да, и прошлые суды доказали, да, но это надо быть глупцом, да, чтобы не понимать, что это действительно его музыка. Это он имеет полное право на авторские права своей музыки, да, там также есть информация, что эти суды очень сильно влияли на Юрия, да, на эмоциональную часть состояния здоровья, поэтому я бы просто хотел по-доброму обратиться к Разину, да, я просто читаю про вас в интернете, да, и по-хорошему, по-хорошему прошу вас оставить вот уже Юрия хотя бы после его смерти. Не нужно вот пытаться, да, потому что сейчас разноется информация, то, что и после его смерти вы будете претендовать на его песни, да, я просто не знаю, каким конченным подлецом надо быть, да, поэтому просто надеюсь на ваше благоразумие, что хотя бы смерть вот этого великого человека вас остановит, в противном случае, ну, вам же будет хуже. Надеюсь, я вас предупредил, и вы меня хорошенько услышали, да, потому что то, что вы делаете, это и не по-христиански, и не по-мусульмански, у меня просто очень много плохих слов насчёт этого, да, не хочу вот, как я уже говорил, грязь лить, да, потому что вот в такой-то день, да, и так как ролик снимаю про такого действительно хорошего человека, да, по тем, скажем так, статьям, которые я прочитал, было понятно, как вы действительно ему завидовали, да, но мой вам совет, да, нужно отпустить это, да, лёгких денег не бывает, и попросить прощения перед Юрой, да, в лучшем случае начать помогать его детям, и по справедливости, да, все авторские права Юрия Шатунова должны перейти его семье. Вот как-то так, братья и сёстры, я надеюсь, Андрей Разин меня услышал. Продолжение следует...